Когда мы с вами говорим о хроническом гастрите и говорим, что хронический гастрит есть практически у всех, мы говорим о том, что сейчас тема гастрита, гастродоуденита, панкреатита, проблем желчного пузыря, все дети только что постов несколько выпустила, детки с дискинезией желчеводящих путей. Мы с вами говорим о том, что нарушается иннервация. Посмотрите, где у нас находится зона ствола мозга, где нерв руководит у нас с вами. Он руководит и бронхами, и легкими, и он руководит у нас печенью, руководит желудком, и руководит почками и кишечником. Так вот, почему не получается без тщательного лимфатического массажа наладить работу этого каскада органов? Мы говорим, отсутствует иннервация, то есть регуляция со стороны центральной нервной системы, периферической нервной системы, шейной позвонки. И этих органов стало быть каждой клетки. Поэтому у нас не вырабатывается достаточное количество ферментов. Клетки печени, гепатоциты не освобождаются от продуктов жизнедеятельности, токсинов, которые они должны переработать. Желудок никак не может убрать эрозивно-язвенный процесс, потому что нет ритмичной работы, организованной нашим шефом. И вот здесь мы конкретную ситуацию проверим. Мы начинали здесь работу из-за проблем в этих органах, да? И сейчас, когда уже прошел год, мы результаты получили в восстановлении здоровья этих органов. Жить стало легче, жить стало веселей. Однозначно, самое главное, какой симптом убрался, который более всего беспокоил до того, как мы начали с вами заниматься? Это поджелудочная. Проблема поджелудочная, как она проявлялась? Невозможность есть. То есть вы очень мало потребляли пищи. Вы на прайм-тесте находитесь? Да. На прайм-тесте сколько времени? С августа. С августа. То есть мы практически, ну полгода у нас уже получилось, да? Но самое важное, мы должны помнить, если проблема начинается с нарушения иннервации органов, то мы должны с вами заинтересоваться состоянием нашей лимфатической системы, которая при застое здесь нарушает проведение нервного импульса и не дает органам восстанавливаться. Вот здесь мы с вами пройдемся как раз по тем ошибкам, которые стандартно делают мои пациенты, мои студенты в том числе, и сотрудники бывают, всех контролирую, по устранению застоя прежде всего в надключичной зоне. То есть самое важное, вот этот маленький кусочек, здесь правый у нас лимфатический проток, здесь левый лимфатический проток, желтый цвет, смотрите, вот он у нас указан, желтый цвет, это лимфа. Вот это венозный уголок, то есть вена, а вот сюда входит лимфа. Так значит вот здесь и возникает главный затор, потому что получается три трубы стекаются в одно место. И вот мы сейчас посмотрим, что даже уже на шейке, по веночке, мы можем сказать, что у нас главный застой в левой надключичной зоне, потому что вот смотрите, веночка у нас здесь более торчит. И если УЗИ сосудов мы проводим, то именно здесь у нас главный затор возникает. Поэтому кладу пальчики, все спрашивают, куда вы пальчик кладете? В надключичную зону, наша пациентка тоже этим занимается. И положив палец, мы диагностируем, это диагностика, это еще не массаж, состояние, ощущение в нашем организме, где сейчас затор. Ибо от этого будет зависеть, в каком направлении нам эффективно работать. Когда я ставлю пальчики сюда, у пациентки возникает какое ощущение в теле? Жар. 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 И в голове жар? Нет, только в теле. Только в теле жар. То есть мы говорим, мы отработали уже вот этот с вами проток, но проток от идущей из-под мышки и проток, идущий из хелезной цесерны сюда, не отработан. То есть жарко здесь становится, в руках жарко становится сразу. Значит, пока мы с вами не уберем вот эту тему, то есть я остановлюсь легонечко, и начинаю отрабатывать, не давя, только поверхностно, отрабатывать вот этот жар. Жар не должен быть в теле на это давление. Что происходит сейчас? Вот сюда мы приходим. То есть пока у нас здесь будет затор, подмышка, ключица, мы с вами не уберем ни проблему головы, ни проблему плеч. Значит, мы с вами уже прорисовали картинку будущей нашей работы. Какая она у нас будет? Убираем застой в надключичной зоне. Вот это я уже массаж делаю. Можно так, как я всегда вас учила, вот так вот кладу ручку, да, потихонечку убирая. Ну-ка, когда я вот такое движение делаю, опять мы с вами должны полностью погрузиться в ощущение. С беспокойным мозгом результата нет. Что я и вижу у моих слушателей. Обычно они говорят, а я ничего не чувствую. Да как можно чувствовать, если вы думаете о небесных кренделях в тот момент, когда телом занимаетесь? Отключиться от всего на момент лимфатической диагностики, лимфатического массажа. Что же мы сейчас получаем? Вот оно, плечо пошло. Значит, следующая точка, которую мы с вами должны отработать, вот она, ключичка. И вот подключичная зона, куда впадает лимфа с подмышечной области. И опять, с начала диагностика, вы меня услышите, не слышите совершенно. И убираем здесь застой, но сначала диагностируем, что же у нас стало ощутимо, когда я палец здесь держу. Пожалуйста, плечевая зона. Значит, мы с вами опять возвращаемся назад, отрабатываем надключичную зону до ухода всех ощущений. Убираем вот этот погончик, положила ручку, потому что нас сюда застой лимфы привел. И потихонечку начинаем, посмотрите, сзади шейный отдел. Вот так как у нас нет столько лимфы, от затылочных лимфатических узлов, от шейных лимфатических узлов. Вот сюда мы все не сводим, вот оно и торчит. И пока мы с вами не отработаем надключичную зону, и вот этот погончик, как я его потихонечку свожу, положив все ручки поверхностно. Хорошо, когда я вот так работаю? У нас в голове, небось, отзывается? Слава богу. То есть голову вы отработали, чувствуется. А вот здесь-то затор шейный. Как это говорит мужчина-голова, а женщина кто? Шея. Вот мы с вами имеем застой в шейном отделе позвоночника. Итак, убираем вот здесь. И куда мы приходим, когда я здесь работаю, мы хорошие? Куда мы приходим? Опять многократно. О, мы приходим в восходящий отдел кишечника. Посмотрим опять, пожалуйста. Ребят, нервус-вагус, вот он, да? Он регулирует восходящий отдел кишечника. Мы сейчас, работая с шейным отделом, восстанавливаем и иннервацию одновременно, и диафрагмы, и желудка, и печени, и желчного пузыря, и того отдела кишечника, который у нас достаточно не работал. Значит, мы говорим, на данный момент у нас остается проблемная тема воспалительного процесса в восходящем отделе кишечника. При диафрагмальном дыхании достаете сюда? Боль остается пока здесь? Но она не постоянная, но только раньше. То есть раньше это была постоянная боль. То есть мы говорили, стойко шел воспалительный процесс. Сейчас мы перешли к периодическим, то есть к хронизации. Но опять, если мы при диафрагмальном дыхании не сконцентрируем свое внимание, потому что вот мы приходим сюда через голову, и если мы не подключаем голову через гервус вагус, мы с вами не получаем ни в устранении эрозии и язв в этом отделе, и мы не одновременно не отрабатываем желчный пузырь, там застойное явление. Почему? Да вот оно пока в шейном отделе застой, а здесь мы должны с вами отработать через пульсацию, помните, следующий после лимфатического массажа контроль шеи и головы.